Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Что вы делаете? Выписал вырезанные буквы и пытаюсь оставить из них слова. Но слова-то неизвестные? Ну, слова улетают, но написанное остаётся. Это очень важно. Ну и что, что-то получается? Пока нет, но логика и интуиция, они не дают мне потерять надежду. Что? Скоты! Поживай! Скоты! Поживай! А что? Что ты вылупился, канцелярский крыс? Ты что? Официара Ютрова! Может, подать ему? Ваше высокоблагородие? Пусть проспится, завтра поговорим. Да, Яков Польч, молодой письмо. С этим спостатом чуть не забыл. Хочу тебя видеть. Завтра. В полдень. Господин следователь! Господин следователь! Слушай, Рась. Несчастье. Мой опекун погиб. Упал с лестницы. Вот. Похоже, шея сломана. Странно. Сначала горничная пропала, а теперь вот сам. Пальцы сломаны, странно. Обычно, при падении, руки, ноги, шею ломают, а здесь пальцы. Пытался удержаться, когда падал. Я до того, как упал. Как вы себя чувствуете? Я в порядке. А почему же вы раньше об этом не заявили? Я обнаружила его час назад. То есть, вы не знаете, когда он упал? Я гуляла в парке. Когда вернулась, тогда я его видела. Скажите, раньше что-то такое случалось? Может быть, что-то с ногами терял равновесие? Он был здоров, как бык. Не очень-то вы его любили? Не очень. А ваша горничная, Татьяна, какие у них были отношения? Обыкновенные. Как у горничной хозяина. А у вас? Он взял меня на воспитание, когда мне было двенадцать лет. Кто-нибудь еще в доме работает? Последнее время только горничная. А раньше? Был секретарь. Воеводин его уволил. Давно? Полгода назад. Он уехал в Москву. Причину увольнения, конечно, не знаете. Мне не объясняли. Мне не pena их найти. Я немного возгорал. В сих пор я взялся? Татьяна. Рисовная река. Прямую пополам! Он передает. Востория. Руния. Востория. Рисовная река. Прошу прощения, есть кто-нибудь дома? Субтитры сделал DimaTorzok Я столкнулся с ним в полной темноте, но вложил, вложил с одного удара. Так что ты думаешь дальше? Он вскочил и убежал. Это твоя Полина тебя попросила влезть в дом к Сушковой? Нет. Вовсе нет. И не думал я вламываться не в чьющую жили дома. Она меня ни о чем таком не просила. Я решил, что смогу договориться с этой Сушковой. А муж с Сушковой шантажировал Полину какими-то письмами. Именно так. А с чего ты взял, что эти письма в доме? А где же ему еще быть? И неизвестно это тоже. Он искал письма в доме. Вот теперь правда непонятно нашел или нет. Получается, что Полина это как раз та самая девушка, которая живет в доме у Воеводина, у которого пропала горничная. Именно так? Которая, как мы знаем, умерла. Так. Интересно, какая цепочка получается. Что ты имеешь в виду? Ну, как же. Не понимаешь? Шантаж твоей Полины может быть напрямую связан со смертью горничной Татьяны. Вряд ли. Вряд ли. Она не может быть замешана ни в каких махинациях. Не-не-не-не. Она… Она жертва. Какая это у тебя, дядя, странная слабость к жертвам. Не слабость эта. Воспитание. Если я вижу молодую девушку, попавшую в беду, я должен помочь? Ну, вот все и определилось. Его сиятельство и Анна нашли друг друга. Мы можем больше не скрываться. Мы больше не будем встречаться. Ты все-таки хам. Понял, Яков. А что еще можно ожидать от черстого фараона? Парни, туман! Тот самый? Поехали, поехали! Не останавливайся! Скорее! Вряд ли! Мистер Праун! Боже мой! Мистер Праун! Скорее! Аккуратнее! Осторожней! Аккуратнее! Боже мой! Боже мой! Мистер Праун! Скорее! Вы живы? Листой право! Скорее! Я не хочу не слушаться этим ещё раз! Гони! Открывай аппарат! Стой! Кто будете? Открывай сениметренно, ваш хозяин призмерный! Вы что, не видите? Открывайте! Это сон? Нет. Вы у себя дома. Как вы себя чувствуете? Прекрасно. Спасибо. Простите, мы с вами заниматься химией. Нет. Мы подобрали вас в лесу. Что вы здесь делаете? Мы нашли вас в лесу. Как вы там оказались? Воды! Кхе-кхе-кхе-кхе! Мисс! Туман! Туман! Он накрывает меня! Что вы там делали? Я – пытаться, брать пробы! Кхе-кхе-кхе! Воды! Пейте! Как я вас понимаю. Со мной было то же самое. Я пошлю за доктором в город. Да. А я останусь с мистером Брауном. Вам нужен отдых. Спите. Закрывайте глаза. Добрый день. Добрый день. Что вам угодно? Я бы хотела поговорить с господином Воеводиным. Это касается дела о пропавшей горничной. Он умер. Что? Когда? Что вам угодно? Простите. Вы, должно быть, Полина. Я бы тогда с вами поговорила. У меня есть сведения, касающиеся Татьяны. Прошу. Прошу вас. Дело в том, что я племянница Петра Миронова. Я знаю, что вы к нему обращались за помощью, чтобы узнать о судьбе пропавшей горничной. Слушаю вас. Мне кажется, что она взяла гораздо больше денег и драгоценностей, чем вы предполагаете. Но забрать их с собой не успела. И я вполне могла бы вам указать место в доме, где они находятся. Как это? Вам дядя ничего не рассказывал обо мне? Нет. А что он должен был сказать? Неважно. Мне необходимо для этого пройти по комнатам. И в сад. Пожалуйста. Я отсюда начну. Но попрошу вас оставить меня. Это совсем ненадолго. Ну что ж. Пожалуйста. Дух Татьяна Молчанова, явись. Дух. Таня, это твой дом. Это не мой дом. Это дом старика. Старика. Воеводина? Молчать. Не смей. Молчать. Отпустите меня. Ответьте мне. Вас Сушков шантажировал. Молчать. Заплатят. Не смей. Молчать. Молчать платят. Не смей. Молчать заплатят. Молчать. 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 Моё почтение, Александр Францевич. А, здрасте, Ярд Потонович. Что вы скажете? Ну, что у него сломана шея, от чего, собственно говоря, он и умер. Да, кстати, пальцы тоже сломали. Да, я это заметил еще на месте. Нет, пальцы у него были вывернуты. Ну, такое ощущение, что кто-то их выворачивал. При падении так пальцы не ломаются. Значит, он сопротивлялся перед тем, как его столкнули. Не знаю. Может быть, Сушков вас не интересует? Он что, умер? Увы. Когда? Сиделка его обнаружила утром, я полагаю, где-то между одиннадцатью и часом ночи. А кто-нибудь еще к нему приходил? Да, была жена, она сидела за полночь. Получается, все секреты Сушков унес с собой. Да нет. Один-то секрет теперь должен у нас открыться, какая пуля его убила. А вот полюбуйтесь. Да, но она ведь не револьверная. Извините все, что есть. Да, это английский патрон охотничьего ружьем. Да, но поручик стрелял в него из револьвера. Яков Платоныч! Яков Платоныч! Послушайте, вам срочно нужно провести обыск в доме Воеводина. Я почти уверена, что тело Тани Молчановой там. Вы что, узнали что-то новое? Да. Я была в доме Воеводина. Татьяна там. И знаете, Сушков, он, он тоже как-то странно связан с этим делом. Вы, кстати, знаете, что он уже умер? Да, знаю. Но это по-прежнему не дает мне никаких оснований. Как? А смерть Воеводина, это что, тоже случайность? Странное падение с лестницы – это не доказательство убийства. Ну, как же вы не чувствуете, что это все один большой клубок? Да чувствую, я чувствую. Извините, я тороплюсь. Виноват ваше благородие. Перебрал вчерась. А вам известно, что околоток полон жалобами от ваших соседей? Дескать, у вас во дворе постоянно стрельба? Да-ка револьвер-то имеется. Наградной. А чего не пострелять-то? Руку упражнять надо. Да упражнялись? Застрелили человека? Да не я это. Нет, с утра я, конечно, пострелял. Точно. Но кто-то еще стрелял. Я слышал один выстрел. Значит, выстрел слышали. Продолжайте, продолжайте. Ну да, был. Из охотничьего ружья. Я еще подумал, кто это в городе охоту устроил. Ну и вышел за ворота взглянуть. Дальше? Ну, молодой парень из кустов вышел как раз напротив моего дома. Одет чисто. Вроде как приказчик. Ну, а в руках у него, ну, была такая, как вроде, ну, сумка, что ли. Опознать его сможете? Так если увижу, может, и опознаю. Вы, ваше благородие. Простите меня за вчерашнее-то. Вечером-то меня уж трогать не надо. А так я человек мирный. Стрельбу во дворе прекращайте, мирный человек. Свободны. Спасибо, ваше высокоблагородие. Спасибо, ваше благородие. Сушкова, думаю, его жена убила. Время ухода ее из больницы совпадает с его временем смерти. А что говорит доктор Милц? Да ничего он не говорит. Говорит, что никаких признаков насилия нет. Ну, а много ли Сушкову надо было? Надави на рану, сдвинь немного пулю и все. Но ей зачем это? Везите ее сюда, здесь и спросим. Да, и дежурным ко мне. Да. Евграшин! Да, Яков Платоныч. Проверь, если по старым делам проходили накладные усы, парики, бороды. Если таковые были, неси их сюда, в кабинет, и дела, в котором они проходили, тоже. Слушаюсь, пожалуйста, уверен. Нет, этого не может быть. Я не верю. Да там, в этом доме, все сосредоточено. Я Татьяну звала, а пришел дух Сушкова, дух Воеводина. Заглушили ее, не дали договорить. Ну, и при чем тут Полина? Она просто живет в этом доме? Нет, она не просто живет в этом доме. Это твоя Полина, это и есть главное зло. Понимаешь, я чувствую, что все эти убийства с ней связаны. Из-за нее происходят. Ты просто не взлюбила ее. Потому что она привлекательная. Ах, вот как ты обо мне думаешь. Ну, извини. Ну, ну, извини, извини. Ну, что-то я действительно… Прости. Прости меня. Какой же ты все-таки… Ты хотела сказать дамский угодник? Да. Лучше ответь мне. Как мне сделать, чтобы Татьяна отвечала на мои вопросы? Ты когда будешь вызывать дух, требуй. Впереди ты. Только ты. Никто иной. Дух Татьяны, явись. Дух Татьяны, явись. Ты. Только ты. Никто, кроме тебя. Татьяна, Татьяна, услышь меня. Никто к тебе не придет. Никто не найдет твоей могилы. Батюшка, батюшка, я не виновата. Ты ни в чем не виновата. Скажи мне, где тебя искать, и я туда приведу твоих родителей. В доме, в доме, в доме учителя. Ну, где в доме? Где? Где искать? В доме. Где? Да как вам такое в голову пришло? Время смерти вашего мужа совпадает со временем вашего ухода от него из больницы. Я не запомнила во сколько ушла. Зато мы и запомнили. Вы ушли в половину первого ночи. Дежурная сестра запомнила. Примерно в это же время и умер ваш муж. Примерно. Когда я уходила, он был жив. Он спал. Я побоялась его разбудить. Я не знала, что мне нужно… Вы задержаны по подозрению в убийстве. Евграша! Проводите в камеру. А вы посидите подумайте. Слушаюсь, в вашем городе. Пройдемте. Эти мастер-плютку. Субтитры создавал DimaTorzok ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Анна Викторовна, хорошо, что вы зашли. В самом деле? Рад вас видеть. Почему? Почему? Без причины. Я всегда рад вас видеть. Вы что, выпили? Да, нет. Но неплохая идея, к тому же время позволяет. Вы присаживайтесь. Вам не предлагаю, все равно откажетесь. Вы, наверное, по делу. Я не ослушаю вас. Да. Обыск в доме Воеводина. Он просто необходим. Потому что я точно знаю, что тело девушки там. Завтра я получу разрешение у прокурора. А что это у вас? Маскировку себе для слежки подбираете? Очень, кстати, интересуетесь. Это парики, усы, которые проходили у нас по разным делам. И, как выяснилось, все они сделаны одной и той же рукой. Наш парикмахер, Прохор Хватов, парики делает. Не спрашивает у заказчиков, зачем им весь этот маскарад. А знаете, что самое интересное? Этот фрагмент бороды я нашел в комнате Элис. И он сделан той же самой рукой. Я думаю, эту бороду носил водопроводчик, который приходил к ней ночью. Получается, что он ее похитил? Или просто помог бежать? А позволите вы мне завтра присутствовать при обыске? Конечно. Я извечу вас. Хорошо. Ну, что же, до завтра? Нет, нет. Я вас провожу. К тому же у меня есть дела. К тому же у меня есть дела. Господин Хватов. О! Добро пожаловать в вашу службу. Постретиться, погреться, так это я всегда пошел сюда. Да я не за этим. Разговор у меня к вам. Ага. Слушаю вас. Уж сколько раз проходили вы у нас по делам разным с поделками вашими. Все, никак не успокоитесь? Видно, только Сибирь охладит ваш пыл. Какой пыл? Вы о чем ваши собрать? Да о париках и о бородах ваших. А, так это ж только подработка. Ну, люди приходят, просят сделать. А для какой надобности, откуда же мне знать? Мне ваши грешки без надобности. Вы мне лучше расскажите, кому вы делали это. Это… Так это ж мне знать-то. Да будет вам. Вы по одному волосу узнаете свое изделие. Кому вы делали бороды в последний месяц? Ну, был один молодой человек. Не назвался. Я его потом в больнице видел. Фельдшер он. Уверен? По словам поручика, молодой человек вышел из-за этого дерева. Отсюда вполне могли и стрелять в Сушкова. Да. Положение тела и рана подтверждает это предположение. Выходит, что злоумышленник, он замаскировал свой выстрел под стрельбу поручика. Так? Английский патрон. Яков Платоныч, вы не перестаете меня удивлять. Но, на мой взгляд, это выдает неопытность злоумышленника. То есть, я бы непременно забрал это с собой. Таких ружей в городе только три. И одно из них у господина Воеводина. Вы прекрасно осведомлены. И как всегда, Яков Платоныч. Но ведь в Сушкова стрелял молодой человек. У Воеводина был секретарь, якобы уволен. Я навел справки некто, Ярослав Осмовов. Воеводин поручил ему убийство и при этом снабдил его своим собственным ружьем? Ну, почему? Убийца мог сам взять это ружье без ведома Воеводина. Она прислала мне записку. Что? Приглашает меня на прогулку в парк. А, наверное, хочет выяснить результаты твоей вывозки в тот дом. А результатов-то и нет. Надо бы на себя как-то проявить. Нет, нет. Сушкова спрашивают бесполезно. И знаешь, я пойду с тобой. Ни в коем случае. Ни-ни. Нет. Нет, я тебя одного не отпущу. Но если кто-то кого-то и шантажировал, то кто и кого? Скоро мы этого узнаем. Я в дом к Воеводину, а вы берите городовых и найдите мне этого стрелка. Я думаю, нам поможет то, что мы найдем в доме. Завещание в пользу Полины. Уверен, это и есть тот краеугольный камень всего этого кухня убийства. Камень. Катящийся с горы и повлекший за собой целую лавину преступлений. Где она будет ждать тебя? Вон. В конце аллеи и направо. Вообще странно, что она для встречи выбрала такое глухое место. Ну, видишь ли, она… Она боялась, что ее заметит и донесут Воеводину. Угу. Да, только Воеводина уже нет. Стой. Стой. Что вам угодно? Обыск. Ну, и где ж твоя Полина? Опаздывает? Бежим! Что вам? Аааа! Ааа! Ааа! Аааа! 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 Ааа! А где завещание Ваеводина? В кабинете, наверное. По завещанию все наследуете вы? Не знаю. Да бросьте, все вы знаете. Вы ведь сами все устроили. О чем это вы? Да. А где ключи от сейфа? Я не знаю. Евграшин, обыщи кабинет и комнату госпожи Полины. Как вас по батюшке? Что вы себе позволяете? На каком основании? Вы подозреваетесь в шантаже и с участием в убийстве. Это ошибка. Как вы на все решились? Я не понимаю, о чем вы. Хорошо, я вам расскажу. Сушков, работающий на почте, перехватил несколько ваших любовных писем от Осмолова. Из них он узнал, что господин Воеводин сожительствует со своей несовершеннолетней горничной, Татьяной. Этим вы и стали шантажировать его. Вы стали добиваться, чтобы Воеводин написал завещание в вашу пользу. Сушковы, в свою очередь, начали шантажировать вас. Для того, чтобы избавиться от этого, Осмолов приехал и застрелил Сушкова. В особого рода. А вот и завещание. Хотите, угадаю, что в нем? Все состояние достается вам. Чтобы этого добиться, ваш любовник приехал и сбросил господина Воеводина с лестницы. Что скажете? Сушкова меня шантажировали, это верно. Никакой аферы с завещанием не было. Кто стрелял в Сушкова, я не знаю. Кто сбросил дядю с лестницы, понятия не имею. Я в это время гуляла в парке с господином Мироновым. А то, что дядя все оставил мне, так это, может быть, совесть проснулась. Я ни в чем не виновата. А вот это мы посмотрим. Дело не закрыто. Яков Платонич! Яков Платонич! Анна Викторовна, что случилось? Нас сейчас чуть не убили с дядей. Стреляли. Но дядя как-то смог этого стрелявшего поймать. И все в порядке. Его уже с городовым в управление везут. Так с вами все в порядке. Жила, как видите. И почему же вы не пришли? Куда? Как куда? Вы дяде моему записку отправили. Я ничего не отправляла. Ну, я ожидала, в общем, что-то в этом духе услышать. В чем же вам Мироновы помешали? Так. Я ни в чем не виновата и отвергаю все ваши обвинения. Яков Платонич, можно мне пару минут в тишине? Пожалуйста. Конечно. Дух Татьяны Молчановой, явись. Дух… Ну, нет. Я не собираюсь участвовать в этом фарсе. Прошу меня, извини. Сядь тебя. Дух Татьяны Молчановой, явись. Дух Татьяны Молчановой, явись. Неужели ты не хочешь, чтобы эти люди понесли наказание? Ну, помоги мне. Где ты? Дух Татьяны Молчановой, явись. Продолжение следует... Знаешь, почему ты все еще жива? Потому что муж твой все еще жив. Промахнулся я. А ну, как он перед смертью решит покаяться, мне до него не добраться. А тебе сам Бог велел. Поможешь ему, будешь жить. Эти письма их... Их Сушкова спрятала. Когда ей угрожал человек с ружьем. А смолок? Любимый, есть способ прекратить мое рабство. Я знаю, что горничная не уехала. Она осталась здесь, в доме навсегда. Я точно это знаю. Теперь мой дружайший дядюшка подпишет любое завещание, какое я ему продиктую. Приезжай скорее, я тебе все расскажу. Твоя Полина. А что означает осталась в доме навсегда? Не помню. Написала что-то сгоряча. Анна Викторовна. Здесь надо искать. Позвольте нам. Она там. Пожалуйста, не надо. Отпустите, пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Нет, пожалуйста. Помогите, помогите. Пожалуйста. Пожалуйста. Яков Футонович, извините. Это воеводин девушку убил. А вы видели, как он ее тело прятал? Да это явствует из ваших писем. Для суда этого будет более чем достаточно. Вы арестованы за сокрытие преступления и соучастие в шантаже. Забирайте. Слушаюсь. Оставайся здесь. Пройдемте. Простите, я здесь больше не могу. Воеводин старый сластолюбец. Я поступил к нему на службу. Полина мне приглянулась сразу. Я долгое время не понимал, в каком положении она в этом доме в действительности. Она вам сама все рассказала? Да, когда между нами возникли отношения. Я был потрясен, когда узнал, что Воеводин развращал ее с двенадцати лет. С двенадцати! А потом еще Татьяна! И вы хотите сказать, что он не достоин смерти? Да. Но только это не дает вам права выступать в качестве палача и судьи. Значит, Воеводин вас уволил? Да. Он однажды застал нас с Полиной вместе. Я уехал в Москву, а потом Полина написала про Татьяну. Что Воеводин делает с ней то же самое. И она исчезла. Сушков перехватил наши письма и стал нас шантажировать. Это я решил его убить. Моя идея. Вы знали, что подпоручик стреляет во дворе, а путь Сушкова проходит по этой улице? Да. Я приехал из Москвы, а остальное вы знаете. Я не понимаю, зачем вы стреляли в Миронова? Полина сказала, что Миронов хочет ей помочь. Миронович, как он узнал, что Татьяна мертва, непонятно. Потом его племянница явилась к Полине, вела себя странно. Вот я и подумал, что они могут докопаться до всего остального. Скажите, можно повидаться с Полиной? Повидайтесь, на очной ставке. Прошу прощения, если нарушил ваше уединение. Далековато вы забрались. Возникли некоторые обстоятельства по делу о пропожайной. Присаживайтесь, пожалуйста. Благодарю. Помните, я вам рассказывал, что нашел клочок волос, возможно, от бороды водопроводчика, который приходил накануне к Элису? Да. Так вот, эту бороду заказал фельдшер доктора Милтса. Фельдшер? Водопроводчик? И что это может значить? Может и ничего, но с другой стороны, странно, что фельдшер работающего доктора Милтса наклеил себе фальшивую бороду и пришел к Элису. Доктор Милтс? Похитил Элис? Но ведь это же смешно. Я ничего не утверждаю, я просто прошу вас не говорить об этом доктору. Нет, 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 нет. Это просто какое-то недоразумение. Скорее всего, но я бы не хотел травмировать психику доктора своим подозрением. Да, и передайте благодарность своему дяде. Он нам очень помог в поимке Осмолова. Просто хват. Непременно передам. Вы ни о чем не хотите меня спросить? Вам не интересно, что я князю ответила? Нет, не интересно. Хотя, если так, что вы ему ответили? Я сказала, что я подумаю. Благоразумно. А знаете, что он мне ответил? А мне это не интересно. Он сказал, что он готов быть для меня опорой, даже если я его не люблю. Трогательно. Я прямо сейчас расплачусь. Да это я сейчас расплачусь. Я так novelty полула. Я thinner сделала уже разрячусь. Это была привычка-то когда я попробовал. Окей, лучше шел Рик. Но я lien заopleком будет подвал! Мне нужно занять тебе усеренную посидацию. У нас informaciónом найти部分. Мы следим financialelectives с лишний и красный position. 수� NBC душило переехит第三 могло. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok